Валерий Курас Снегири Здравствуйте, дорогие мальчики и девочки! Здравствуйте, мои хорошие! Мы вступаем в светлый праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. В такие торжественные дни принято говорить о знаменательных событиях и о великих людях. К тому же искать их нам долго не придется. Богата ими наша Родина. Стоит только раскрыть календарь, и мы тотчас увидим, что завтра во всех наших храмах будут чествовать мужественного защитника русской земли и церкви, святейшего патриарха Тихона. Пусть погибнет мое имя в истории, только бы церкви была польза. Так гласило основное правило этого первосвятителя. Не отступил он от него ни на шаг во все дни своей исповеднической жизни. Архиерей так в шутку называли его сверстники еще в семинарии. Ну а в Петербургской духовной академии за ним закрепилось новое прозвище. Патриарх шептались все вокруг и как-то невольно становились серьезными. А вдруг так оно и есть? Такие мысли закрадывались в сердца окружающих. Чем же заслужил Василий Беларин, так звали в миру святейшего Тихона, такое почтение? В нем удивительно сочетались, казалось бы, несовместимые качества души. Был он глубоко религиозен и собран, и в то же время всегда весел и отзывчив. Одним словом, любящий отец, патриарх, и все тут. Поговорили об этом люди и вскоре бы забыли, если бы не одно обстоятельство. Молодой воспитанник академии, а теперь преподаватель Псковской семинарии, решил принять монашество. В конце 19 века это было большой редкостью. Так что на его пострижение собрался почти весь город. Наречен он был Тихоном в честь святителя Тихона Задонского. Минуло семь лет, и вот он уже епископ. Да не где-либо, а в далекой Америке. После нее ждал его древнерусский город Ярославль, потом Вильна, а напоследок и сама первопрестольная золотая наша Москва. И всюду люди, бедные и богатые, простые и знатные, всех надо принять, утешить, наставить. Не случайно, наверное, показал Господь Владыке Тихону почти всю нашу необъятную планету и наделил его богатейшим жизненным опытом. Ведь готовил он его к жизни среди людей столь жестоких, что они больше походили на зверей, какие не встречаются даже в самых диких и непроходимых дебрях. «Наступил страшный для нашего Отечества 1917 год. К власти пришли большевики. Серп и молот, смерть и голод. Такую поговорку сложил народ в первые же месяцы их кровавого правления. В эту жуткую годину церковный собор избрал святителя Тихона всероссийским патриархом. «Сколько мне придется глотать слез и спускать стонов в предстоящем мне патриаршем служении», обратился он к участникам собора. «Отныне на меня возлагается попечение о всех церквах российских и предстоит умирание за них во вся дни. Но да будет воля Божия». Святейший Тихон начал бесстрашно обличать безбожных правителей России. «Захватывая власть, какие обещания давали вы народу? Поистине вы дали ему камень вместо хлеба. Любовь к Христову вы открыто заменили ненавистью. Опомнитесь, безумцы!» – бросал он в лицо новым самозванцам. «Прекратите ваши кровавые расправы! Ведь то, что творите вы, не только жестокое дело. Это поистине дело сатанинское, за которое подлежите вы огню гиенскому в жизни будущей загробной и страшному проклятию потомства в жизни настоящей, земной». Этими словами он как бы вынес приговор новым поработителям России. Ответа долго ждать не пришлось. «Коммунисты не придумали ничего лучшего, как арестовать патриарха. Но и в тюрьме не удалось его сломить. Не добились они от него главного. Не отдал он в их кровожадные руки бразды церковного правления. А вот церковный приговор патриарха над ними свершился. За безбожие и злобу поразил их Господь. Все они, рано или поздно, кончили очень плохо. «Долгая ночь будет темна», – пророчески говорил святой патриарх о России. Но ведь мы знаем, что даже после самой угрюмой и беспросветной ночи все равно наступает утро. Святейшему Тихону не довелось до него дожить. Отошел он ко Господу еще до полуночи этой долгой темной ночи. За несколько мгновений до смерти он спросил, «Который час?» Без четверти двенадцать последовал ответ. «Ну, слава Богу!» С каким-то облегчением вырвалось у него из груди. Словно услышана была его молитва о грядущем избавлении России. Тем более, что произошло это в день Благовещения. Так перешел в мир иной величайший праведник двадцатого века. Но не погибло его светлое имя, а прославилось. «Будем же и мы помнить о святом патриархе Тихоне и в самый день праздника вознесем к нему горячую молитву. До свидания, мои дорогие! До свидания, мои хорошие! И дохранит вас Господь!» Субтитры создавал DimaTorzok